Приветствую тебя, Галактика! В этом видео я расскажу вам полную историю одного из самых крутых персонажей нового канона Звездных Войн. Имперский инквизитор Трила Садури, более известная как Вторая Сестра, была женщиной человеческой расы, которая в последние годы Старой Республики обучалась в Ордене Джедаев, а после воцарения Галактической Империи под пытками перешла на Темную Сторону Силы и стала одним из членов Имперского Инквизитория. Этот карательный орган подконтролен лично Дарту Вейдеру. До своего падения Трила была ученицей рыцаря-джедая Церы Джунды, которая позже стала наставницей Кэла Кэстиса, главного героя игры джедай Павший Орден. К началу Войны Клонов Трила была еще юнлингом, но Приказ 66 и гибель Ордена Джедаев застала уже в звании Падавана. Ей, Цере и нескольким Падаванам удалось выжить в первые дни после начала Великой Чистки. Но Цере поймали и очень долго пытали в крепости Инквизитория на планете Нур, что в системе Мустафар. Цера заговорила тогда, когда истязать ее стал лично Дарт Вейдер. Тогда она выдала место нахождение Триллы и юнлингов, что и послужило началом падения Второй Сестры. Триллу и юнлингов, которых она защищала, изловили и подвергли жутким пыткам, которые в итоге сломали и ее. Она перешла на темную сторону Силы, став членом Имперского Инквизитория – органа, который занимался охотой на выживших после начала Великой Чистки Джедаев. Полную историю Триллы вы услышите после короткой рекламы. А пока Вторая Сестра и Кэл Кэстис сражаются друг с другом по всей галактике, на eBay идет битва фанатов Звездных Войн, битва света и тьмы, и вы можете принять в ней участие. Самое время ворваться в бой и поддержать светлую или темную сторону Силы. Весь ноябрь каждый из вас может зайти на eBay по ссылке в описании и выбрать то, что вам понравится из огромного количества тематических товаров. Одежда, фигурки, модели кораблей, шмотки для косплея, комиксы и многое другое из нашей любимой саги. Дважды в ноябре моим подписчикам будет доступен купон на скидку 10% и чтобы получить его нужно следить за новостями по ссылочке в описании. 9 декабря будет объявлено чья сторона победила, но я уверен, что как всегда победит темная, ведь у Силы нет другой стороны. Но впрочем, если вы наивный джедай, то тоже можете попытаться вытянуть светлую сторону в победители. В любом случае, каким бы ни был итог, 19 декабря в кинотеатры ворвется заключительная часть новой трилогии звездных войн «Скайуокер. Восход» и мы узнаем, как решится судьба далекой-далекой галактики. Чтобы полностью сломать Церра, ее бывшую ученицу привели в пыточную комнату, где Трила, в присутствии своего прошлого наставника, надела маску инквизитора. Измученная физически и душевно Церра больше не могла терпеть, и душа ее наполнилась всем, отчего так пытались оградить джедаев их наставники – гнев, страх, ненависть. Выплеск силы тьмы при крике Церра был настолько мощным, что убил штурмовиков, погнул и поломал технику в пыточной комнате, а саму Трилу вырубило ударной волной. По силе эффект напоминал крик Дарта Вейдера, когда он узнал о том, что умерла Падма. Но вторая сестра выжила, и с тех пор ведет охоту на оставшихся в галактике джедаев. Впервые она появляется в девятнадцатом выпуске комикса «Вейдер – Темный лорд Ситхов». После удачной охоты на мастера джедая по имени Ид Кот, инквизиторы рассуждают, что же будет с ними, когда в галактике не останется ни одного джедая. Позже она прибывает на планету Онтото с отрядом штурмовиков-чистильщиков, где имперский штурмовой корпус ввел бои с сопротивлением. Командир Атти уверял, что штурмовики сами справятся, но второй сестры бы не было здесь, если бы они могли справиться. Дело в том, что до инквизитора дошли слухи о необычном враге, вооруженном световым мечом. Но это были лишь слухи. В отчетах об этом ничего не было из-за того, что солдат, утверждавший, что видел джедая, погиб за несколько дней до прибытия Трилы на Онтото. Трила приказала штурмовикам прекратить огонь. За дело взялась она и ее клоны-чистильщики. Она хотела лично встретиться с тем, на кого она и остальной инквизиторий охотился по всей галактике. С отрядом чистильщиков Трила буквально прорубила путь через силы восставших к джедаю. Ей оказалась некая старуха, вооруженная световым мечом, но она явно не была магистром, она даже не была джедаем. Когда Трила несколько раз с легкостью ранила ее световым мечом, женщина выхватила бластер, а их джедаи времен Старой Республики не носили. Трила сразу поняла, что это не джедай. Впрочем, выстрел из бластера был точным и неожиданным, попав в правое плечо второй сестры, чудом не ранив ее. Под пытками женщина быстро выдала, что нашла световой меч в храме, после чего нарочно накинулась на меч инквизитора, не желая выдавать местонахождение этого храма. Впрочем, Трила вскоре нашла его. Он находился под землей, давно покинутый и разоренный. Храм был построен вымершей цивилизацией Зефо. В его руинах и останках подобных храмов, еще до войны клонов и падения Старой Республики, побывала ее учитель, а тогда еще падаван Цера Джунда, а во время событий Павшего Ордена и Кэл Кэстис. Руины Зефо также очень интересовали самого Императора Палпатина, ведь таили множество древних знаний. После этого вторая сестра на какое-то время уходит в тень, а вскоре появляется на планете свалки Браки, где бывшие инженеры разбирают старую республиканскую технику. Венатеры, аккламаторы и прочие звездолеты размерами от истребителей до звездных разрушителей. Разведка доносит, что среди разборщиков есть джедай, но кто он неизвестно. Инквизиторий действует максимально жестко и абсолютно не считается жертвами ни среди гражданского населения, ни среди военных. Вторая сестра не исключение. Она и ее штурмовики-чистильщики собирают всю бригаду рабочих и дают им выбор. Либо они сдают джедая, либо все без исключения умрут. Трилла убивает друга одного из рабочих, Келла Кэстиса, что провоцирует его на открытие своей личности. Кэстис чудом сбегает, но Трилла настигает его. Завязывается бой на световых мечах, но Келла на корабле Богомол выручает бывшая наставница второй сестры, Церри Джунда, отказавшаяся от силы после того случая в пыточной камере в крепости инквизиторов. Келл и Церри пускаются в галактическое путешествие по руинам Зефо, в которых когда-то побывал учитель Цера, мастер джедай Энна Кордова. Поиски приводят их к очень важному артефакту – Голокрону, хранящему внутри базу данных о чувствительных к силе детях. Такое бесценное знание может дать шанс на возрождение погибшего пять лет назад Ордена Джедаев. Но в то же время это важная находка и для инквизиторов. Голокрон в сотни раз облегчит им задачу – они смогут уничтожить каждого ребенка или ввести их в состав Инквизитория. Кроме того, подобная находка сильно возвысит Триллу над другими инквизиторами и в глазах властителей галактики Дарта Вейдера и Императора Палпатина. И поэтому Трилла преследует джедаев по всей галактике. После следующей стычки с Келлом, вторая сестра открывает ему правду о том, что когда-то была ученицей Церры, что была предана о том, как ее наставница использовала темную сторону, что сеет раздор среди джедаев. Ты растешь. Не так талантлив, как последняя ученица Церры, но тоже неплох. Ты ведешь им учет. Странно, что Церра ничего не рассказала. Хранит секреты, она не умеет. А ты так хорошо ее знаешь, да? Ох... Она была слаба. Раскололась на имперском модуле для допросов. Выдала местонахождение своего наивного падавана. Они бы ни за что меня не нашли. Если бы не она, она предала меня. Ты Трила. Она самая. Ты не будешь мной манипулировать. Ты так уверен, да? Когда перед ней встал выбор спасти себя или своего падавана, победила ее эго. Она сдаст тебя тоже. Ну, я могу за себя постоять. Можешь ли ты позволить себе этот риск? В душе твоего нового учителя кроется тьма. Видел бы ты ее, когда она узнала, что они со мной сотворили. Она дрогнула. Явила подлинную натуру. Прибегла к темной стороне. Она перестала пользоваться силой? Да. Интересно, как скоро она предаст и тебя? Стоит ли доверять ей, когда ты найдешь Голокрон? Но самое страшное. Кэл понимает, что вторая сестра знает о Голокроне. А значит, что будущее ордена джедаев находится под еще большим вопросом, чем после приказа 66. На планете Богана Кэл и Трилла одновременно находят Голокрон. Вторая сестра уступает в бою, но из-за особой способности Кэстиса, когда он берет ее меч, начинает видеть ее воспоминания о самых ужасных моментах жизни Триллы. О приказе 66, о пленении и пытках в крепости Инквизиторов и о переходе на темную сторону Силы. Трилла пользуется этим замешательством джедая и сбегает с Голокроном. Она спешит доставить его своим хозяевам. Кэл и экипаж Богомола следуют за ней в крепости Инквизиторов на планету Нур. В напряженном последнем бою Кэл побеждает Триллу, а Церри изливает душу своему бывшему падавану, говоря о своих сожалениях от того, что не смогла терпеть пытки и предала ее. Она пытается вновь вернуть вторую сестру к свету. Возможно, это бы и удалось, но приходит тот, кого боялись все жители далекой-далекой галактики. Простые граждане, повстанцы, выжившие джедаи и штурмовики. Все кончено, Трилла. Это еще не конец. Этот бой окончен. Я знаю, что тьма поедает тебя изнутри, но каждый день мы выбираем накормить ее или гнать. Все это зря, Церри! Нет, не зря. Я понимаю, что мой выбор лишил тебя права выбора. И я подвела тебя, Трилла. Я подвела. И мне ужасно жаль. Как же я ненавидела тебя! Не нравится мне это. Еще бы. Это он. Ты подвела меня, Инквизитор. Отомсти за нас! Так, окончилась жизнь одного из самых колоритных и интересных персонажей нового канона Триллы Садури. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите другие ролики, предложенные вам на экране. Спасибо за просмотр и да послужит вам сила! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok